Здравствуйте! Может ли существовать полноценная христианская община в режиме онлайн? Есть ли будущее у онлайн-церквей? Реальное присутствие на богослужении? Так ли оно нужно сегодня, когда и общаться, и слушать проповеди можно в интернете? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Павел Владимирович Гончар. Павел Владимирович, рада вас снова видеть в нашей студии. Здравствуйте! Когда началась пандемия, люди многие виды своей деятельности стали переносить в режим онлайн. В том числе и появились видеотрансляции богослужений. И люди стали активно общаться в мессенджерах, делиться какими-то своими настроениями, переживаниями. А проповеди, ну, те воцерковленные люди, которые посещали до начала пандемии богослужения, проповеди стали уже слушать тоже в режиме онлайн, в интернете. И вот когда вроде бы уже стало можно собираться вместе, не все вернулись в церковь. А люди стали продолжать слушать проповеди в режиме онлайн, церковь посещать реже. И даже появились онлайн-церкви. Такие церкви, где, в общем-то, вся деятельность проходит в интернете, насколько я понимаю. Как вы считаете, есть ли у онлайн-церквей будущее? И как вы вообще относитесь к такому режиму служения и к такому режиму взаимодействия между верующими людьми? Ну, наверное, нужно начать отвечать на этот вопрос с пояснения природы церкви вообще. Мне кажется, что вот этот термин онлайн-церкви, церковь, он сам в себе неверен. То есть мы не можем так говорить, онлайн-церковь. Мы можем говорить трансляция чего-то, проповеди, богослужения, какого-то хорового пения. Но говорить о том, что церковь существует виртуально, мы не можем. Есть, конечно, такое представление или богословское понимание того, что существует невидимая церковь. Церковь отдельных людей, которые не организованы в какую-то церковную организацию, не собраны вместе. А вот невидимая церковь. Но это такое обобщенное название, которое имеет в виду вообще всех христиан всего мира, как собор такой, да, или собрание невидимое, которое предстоит перед Богом, каждый сам. Но это скорее такая теория, такое богословское представление. Но если говорить о природе церкви в библейском понимании, то онлайн-церкви быть в принципе не может. Мы сейчас не говорим о каких-то там экстренных сложившихся ситуациях, типа пандемии, да, или что-то. Ну, если говорить о природе церкви. Ну, давайте начнем с самого начала. Когда Христос говорит о церкви, в Евангелии от Матфея, да, он говорит Петру, вот ты камень, а на всем камне я установлю на исповедании твоем, да, меня как спасителя мира я устрою церковь. И где двое или трое, потом он развивает эту мысль дальше, в последующих главах, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я буду посреди них. Что такое церковь? Церковь — это люди, собранные верой во Христа, как спасителя, вместе. И тогда между ними находится Христос. То есть речь идет о таком физическом собрании людей вместе. И тогда я посреди них буду. Слово «наша церковь» российская, да, оно как бы тоже подразумевает, ну, есть разные представления об этом, оно подразумевает и является переводом греческого слова «экклезия», вызванные, да, вызванные для собрания какого-то представительского из этого мира. То есть через все Писание проходит эта мысль о собрании народа Божьего. То есть люди, собранные вместе. Это первое. Второе. Собранные для чего? Для того, чтобы вместе исповедовать веру во Христа. И это исповедание является не только исповеданием устным. Это является исповеданием своей жизни. Ну, ключевым словом Евангелия является слово «любовь». Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего, как самого себя. А как можно проявить эту любовь, сразу возникает вопрос, если нет этого собрания, если люди друг друга не видят, если они не собраны в одном месте. А что такое проявление любви? Это не чувство, это некие дела, да, это терпение, это снисхождение друг о другу, это взаимная помощь, это все то, что помогает нам чувствовать тепло друг друга, это вера, которая нас согревает, вера других, когда мы опытами друг с другом делимся, ну и так далее. То есть любовь, она невозможна без того, что святые будут собраны вместе. Ну вот, Павел Владимирович, все-таки, вот, допустим, во многих церквях сейчас существуют группы молитвенные в мессенджерах, да, и там как раз люди делятся своими опытами, пишут, за что помолиться, или как Бог ответил на их молитву, радостями делятся, печалями, кто-то, может быть, отдельно созванивается, кто-то переписывается уже дальше в личной переписке. Да, люди могут неделями друг друга не видеть, вот, но общение-то идет, его нельзя приравнять к общению живому? Ну, понятно. Как режим дополнительный, это нормально. Мы же всегда писали друг другу письма, посылали друг другу вести. Просто сейчас это происходит быстро. Если раньше письмо нужно было ждать несколько дней или неделю, может быть, даже и годы, если это письмо шло на другой конец света, да, мира, то сегодня это происходит мгновенно. И я почему начал с природы церкви? Мы же в данном случае говорим о частностях. Вот, когда мы используем какие-то мессенджеры, трансляции, видеосюжеты, вот то, что мы с вами сейчас делаем, это, в общем-то, тоже в русле церковного служения происходит, да, но это имеет свой эффект, это имеет свой смысл, свою пользу, но это не является церковью, по сути дела, да. То, что человек видит на экране, то, что он, как бы, читает в своем смартфоне, это не церковь. Это информация, которая связана с церковью. Но сама церковь, ядро церкви, это физическое присутствие верующих друг в другом. Ну, если, например, такой бы режим карантина, который, или пандемии, да, который вот был установлен при вот этой болезни, развитии болезни, продолжился бы еще долгое время, то церковь бы очень ослаблена. Мы же даже это чувствуем уже сейчас, это ослабление. И ослабление это объясняется тем, что люди физически не присутствуют. Если ты физически не присутствуешь, как ты можешь поддерживать служение церкви? А как ослабление церкви? В чем это выражается? Ну, давайте мы, наверное, все-таки обратимся к Писанию, да. Послания апостольские, ну, в частности, послания апостола Павла, там это особенно заметно, они делятся, как правило, на таких две части. Одна часть, такая большая, первая часть, она такая богословская. Апостол Павел проясняет, толкует Библию, проясняет какие-то важные вероучительные моменты в жизни церкви. А вторая часть его посланий, наставительная, она обращена вот непосредственно к церкви, как телу Христову, где есть какой-то порядок, как себя вести в том случае, в том случае, как совершать какое-то служение. Вот это очень важная часть апостольских посланий. Вот послание к римлянам, это очень сильно видно. 12 глава, это такой переход в другой теме, к теме практически наставительной. И вот апостол говорит, «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, принесите тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Ну вот сразу. Ну так, может быть, для современного слуха это странно звучит. «Принесите тела ваши в жертву живую, святую». Ну тут речь не идет, конечно, о суициде каком-то. Тут речь идет, апостол Павел имеет в виду образа ветхозаветнего богослужения, где тела животных приносились в жертву, да, в жертву, посвященную Богу. Жертву, здесь речь идет о мирной жертве, жертве благодарности, когда воскурялся, эта жертва приносила в знак благодарности Богу за посланную им благодать. И вот речь идет не случайно. Представьте тела ваши, другими словами, вашу жизнь, которая воплощена в теле. А как можно жизнь в церкви воплотить в теле, если это тело виртуально, а не физическое? Как можно почувствовать прикосновение руки, которая тебе помогает? Как можно ощутить вкус воды, которую тебе, ну так говорят, ну подают, когда ты болен, например? Как? И вот он дальше развивает мысль и говорит, как в одном теле у нас много членов, но не у всех одно и то же дело. Мы составляем одно тело во Христе. То есть вот этот образ, любимый образ апостола Павла, церковь – это тело. Тело – это не что-то такое прозрачное, призрачное, а это физическое. Это физическое собрание людей с разными характерами, с разными судьбами, с разными нуждами, с разной степенью веры или неверия, с разными сомнениями, с разными талантами. И вот из этого образуется нечто целое, то, что мы называем церковью. И он дальше говорит, как по данной нам благодати имеете различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры. А если имеешь служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении, ущеватель ли – ущевай, раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайся к зла, привляйся к добру. Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорбии будьте терпеливы, в молитве постоянной. И в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о гостеприимстве и так далее. Как вот это все можно исполнить, находясь вне физического тела церкви, находясь в виртуальном теле? Ну вот я думаю, что некоторые вещи, их можно исполнить, действительно. Мы можем написать друг другу, мне нужна помощь, привезите килограмм картошки. Да, ну я так условно говорю. И кто-то, да, сегодня вечером будет. Ну то есть все равно человек приезжает к тебе в гости, привозит тебе там еду или лекарства. Кто-то заболел, там все равно все идет к физическому контакту. А кому-то нужна просто духовная помощь или поддержка, ну разговор, да. Поговорить можно и по телефону. Вот, то есть какие-то вещи мы можем сделать виртуально, какие-то не можем. Вот, то есть все так или иначе склоняется к тому, что какие-то контакты физические, ну вот лицом к лицу, они все равно будут. Но все-таки некоторые вещи, они в режиме онлайн могут существовать. Ну да, это все равно, что, конечно же, мы не можем как бы оставаться людьми, которые там пользуются, не пользуются средствами связи современной. Мы живем в современном мире, мы должны пользоваться, это приносит большие благословения. Но природа церкви на другая. Ну, может быть, можно так проиллюстрировать это. Вот представьте себе семью, вот такую большую семью, вот разновозрастные дети, значит, родители, тут какое-то хозяйство, вот живут они где-нибудь, там, может быть, в деревне, у них там козы, там коровы, не знаю, у каждого своя ответственность, значит, детям надо идти в школу, там, проходить через лес, там, все такое. Вот, и тут вдруг эту семью разлучают. То есть каждого, значит, папу, маму, значит, куда-то там забирают, детей в детские дома, но все вам дают телефоны и говорят, вот вы между собой общаетесь по этим телефонам, вы друг друга видите по скайпу, например, вы можете друг о друге молиться, можете друг другу посылать переводы на карточку. Вот, все вы это можете делать, не вопрос, но физически вы видеться друг другом не будете. Вот вы хотели бы жить в такой семье? Нет. Да, я думаю, что нет. Может быть, даже это трудно объяснить, почему, но человек, существо социальное, даже в таком тактильном, что ли, смысле. Вот нам нужно физическое прикосновение, да, нам дети могут подраться иногда там, да, ну, как бы это так, да, поругаться, потолкаться. Вот нам нужен контакт, он может быть негативный, может быть позитивный, но нам этот контакт нужен. Так мы устроены, мы такие социальные существа. И вот такое виртуальное пространство, оно все-таки является такой суррогатом или такой заменой, подменой подлинного, настоящего. Вот те, у кого есть, например, родители, которые живут далеко, или дети, которые живут далеко, да, и мы с ними общаемся вот с помощью этих средств. Но все равно время от времени мы покупаем билеты, летим куда-то, едем для того, чтобы хотя бы один день провести вместе. Этот один вместе, день проведенный, он дает какую-то такую энергию, такое удовлетворение, такую силу поддерживать эту любовь, эти взаимоотношения еще на какое-то время. И а те люди, которые, вот, ну, я знаю просто, наверное, тоже есть какие-то друзья, которые уехали за границу, с которыми физически просто невозможно увидеться, постепенно это общение сходит на нет. Вот, теряется интерес, как-то вот, как-то потихоньку происходит охлаждение, отдаление. И несмотря на то, что у нас все есть возможности для того, чтобы пообщаться, вот такой уже потребности нет. Как потребности — увидеться. А если бы эта потребность удовлетворялась, то и отношения бы поддерживались. Вот, наверное, то же самое можно сказать о церкви. Да, интересно. А потом я еще вот думаю, что, да, мы можем, конечно, и по скайпу, и там разные возможности использовать видеосвязи, писать все, что угодно друг другу, пересылать какие-то ободряющие библейские тексты, картинки каждое утро. Но никогда ты не увидишь через видеосвязь какие-то нюансы мимики человека, который тебе хочет что-то сказать или который хочет понять, можно ли тебе сейчас рассказать о боли своего сердца. И только при личной встрече вдруг человек расплакался, вдруг он начал говорить какие-то вещи, которые он не мог по видеосвязи сказать. И ты обнимаешь человека, успокаиваешь, он начинает плакать еще сильнее, а потом успокаивается и получает, и ты получаешь, отдавая. А иногда и ты этот человек, который плачет. То есть это в принципе невозможно вообразить себе. Это должны быть настолько близкие отношения, чтобы это можно было по телефону сказать. Ну, как бы это вот у нас уровень отношений разный со всеми людьми. Да, здесь и вот в онлайн-режиме это отсутствует, этот момент. Да, мы вот эти нюансы должны понимать. То есть, конечно же, мы должны пользоваться этими средствами связи, это нормально. Но нужно понимать, что это только протезы. Это не настоящее. Это вот то, что помогает сократить расстояние, но не может сократить расстояние до вот такой абсолютной близкой встречи. Ну, мы больше, может быть, посвятили времени сейчас такой социальной части, да, церкви. Но церковь, в общем-то, цель церкви – это не социальное общение. Это элемент, это аспект, конечно же, очень важный. Но мы собраны так, чтобы был посреди нас Христос. Где двое или трое, там и я посреди вас. То есть, богослужение тоже момент важный. Да, абсолютно точно. Мы переходим к вопросу богослужения. Церковь, по большому счету, существует ради богослужения, потому что богослужение – это присутствие Христа среди нас и предвкушение вечности. И богослужение, оно, в принципе, виртуально невозможно. Ну, например, элементы богослужения. Элемент богослужения – это пение. Такая древняя часть. Еще псалмы посвящены этим песням, которые исполнялись во время богослужения, которые шли из глубины сердца. Когда вы находитесь среди, как псалмы поющих, среди множества, то это воздействует на вас. Ваши мысли, ваша душа, биение вашего сердца начинает работать в унисон с теми, кто стоит вокруг вас. Это такой кумулятивный эффект. Вы вместе, да, это усиливает вас. Вы чувствуете силу вот этого. И богослужение такое, такое радостное, когда радость передается от одного к другому, огонь веры передается от одного к другому человеку, он нас поддерживает. Это невозможно сделать через онлайн-церковь. Если вы поете там, то вы слышите свой голос только. А это где-то там далеко, в этом приборе, которым вы пользуетесь. Эти образы такого богослужения через все священное писание проходят. Помните книгу «Откровения», например, где описано в 7 главе собрание спасенных святых всего мира. Все истории человеческой. И вот великое множество, которое никто не мог перечесть, значит, из всех племен и народов собираются перед Богом и вместе восхваляют Бога. Это грандиозно, это великолепно. Это, ну, можно сравнить, может быть, знаете, как какие-то, ну, какие-то массовые такие концерты, там, мероприятия, куда люди приходят для того, чтобы вот эту, почувствовать силу большого собрания людей. То есть они могли бы включить запись потом в интернете? Совсем не то. Запись совсем не то, да. И если эти люди единодушно славят Бога все вместе, то вы уже находитесь, вы ощущаете себя в небесном царстве. И богослужение совместное, даже если двое или трое своими немощными голосами воспевают, слава Богу, оно воодушевляет. Это не одиночество. А так вы чувствуете себя одинокими. Вот между вами расстояние, между вами множество километров, и это совсем не вдохновляет. Конечно же, мы не говорим о том, что опять средства эти связи, ну, как бы, сами по себе негативно. Нет. Но они не могут заместить самую суть. Ну, есть люди, конечно, которые не могут выходить из дома, потому что здоровье уже им не позволяет этого. И понятно, что для них это действительно глоток свежего воздуха. Услышать проповедь в интернете, они этого ждут, рады, комментируют, пересматривают. Да, когда человек физически может присутствовать, ну, в принципе, где угодно, но не хочет вот этот момент. И говорит, а мне достаточно включить проповедь в определенный день, послушать, я сажусь, слушаю, а даже никаких дел в это время не делаю. Там, например, слушаю внимательно. Я на богослужении побывал, пение послушаю. Ну, сам-то я не очень люблю петь, мне достаточно послушать. Спели, пожертвования перевел через, значит, ресурсы, интернет-ресурсы. И как бы человек этим доволен, и человек не чувствует потребности вернуться в лоноцеркви физически. Причем все проповеди слушает внимательно, считает он, что он духовно растет. Ну вот что вы на это скажете? Может, это его вариант такой? Если так, может быть, немножко огрубленно сказать. В таком случае и спасение будет виртуальным. Если вера виртуальна и присутствие на богослужении виртуальна, то и спасение может быть виртуальным. Вот этот сон этих людей, описанных в книге «Откровения», мы будем на него смотреть только через экран телевизора. Они будут там. Ну, мы сами себя отделили от этого тела. Получается, при возможности быть внутри. Почему? Не потому, что само по себе это плохо, а потому, что вот как с этими друзьями, которые живут где-то за границей, и мы не можем с ними видеться. Отсутствие такого личного общения церковного, оно охлаждает человека. Он постепенно, незаметно для себя погружается в духовную ленность. А поддержание веры, оно требует усилий. Эти усилия нужны для, например, того, чтобы внимательно слушать Слово Божие, которое в церкви читается, не отвлекать своего внимания. А вы знаете, это трудно сделать, когда вы смотрите это через телефон. Вам какие-то приходят сообщения постоянно. И вообще сам по себе экран у вас ассоциируется больше не с слушанием проповеди, а с развлечением. Ну, как бы такие чисто, такие нюансы. Потом, эта духовная ленность приходит по той причине, что вы не вовлечены в жизнь других людей, или вы вовлечены только виртуально. По звонку или по каким-то охам и ахам. Это вот есть такие чаты, в которых люди посылают друг к другу ладошки, что они молятся друг о друге. Ну, если даже на самом деле кто-то и молится, то постепенно это переходит просто в пересылку вот этих ладошек. Да. Без всяких молитв. Ну, как можно там, допустим, в этом чате там 20 или 30 или 50 человек. Ну, чисто физически невозможно о 50 человеках молиться. Это нужно все свое время посвятить. Вот с утра до вечера только одной молитве. И вот эти ладошки, которые люди друг другу пересылают, просто говорят о таком формальном поверхностном отношении к проблеме. Потому что среди этих всех проблем, может быть, есть одна действительно достойная проблема того, чтобы собраться вместе, может быть, ночь целую посвятить этой молитве, побдеть этой ночью и как бы потрудиться для того, чтобы молиться у Бога. Но вот эта иллюзия молитвы, иллюзия богосужения, она приучает нас к мысли, что и так сойдет. И вот это все потихонечку начинает сходить все ниже и ниже. И мы начинаем удовольствоваться поверхностью. Вот слушаем какую-то проповедь. У нас же есть большой вариант или какое-то наставление. Много вариантов. Можно выбрать, да. Да, что-то не идет. Это проповедник, что-то как-то вот. Может, техническое какое-то несовершенство того, что там сделано. Или мысли мне не нравятся. Я раз, переключился на другую. Со временем я к этому привыкаю. И вместо того, чтобы проповедь, как правило, она построена целостно. То есть есть какая-то завязка мысли, есть развитие мысли. Нужно дослушать до конца для того, чтобы получить благословение. Нельзя ее прервать где-то в каком-то месте и произвольно включиться в каком-то другом месте. По крайней мере, продуманное. И вот когда человек так начинает прыгать, он тоже начинает деградировать. Он перестает уметь вообще концентрировать свое внимание на чем-то. На чем-то быть сосредоточенным. Ну и можно буквально разобрать любой элемент богослужения или собрания верующих, на котором мы присутствуем виртуально. То есть это постепенно приводит к духовной лени, поверхностности, неумении концентрироваться, деградации и нежелании вообще участвовать в жизни других людей. Ну, если мы с друг другом общаемся, нам могут быть люди неприятны. Они могут чем-то нас обижать, может быть. Но мы, как христиане, призваны с терпением к этому относиться. А когда мы находимся на удалении, нам это легко. Нам просто выйти из чата, не включаться или забанить какого-то человека. И никто никому не обязан, все происходит вот так. И мы в итоге изолируем себя от жизни, мы деградируем, мы перестаем слушать духовное, ну и превращаемся в светских людей, которые постепенно уходят от Бога. К сожалению, это так. Поэтому, надо на позитиве закончить, да, наше общение. Поэтому ничто не может заменить, ничто, никакие самые совершенные очки там дополненной реальности не могут заменить присутствие человека в церкви. Потому что он должен чувствовать прикосновение своих братьев и сестер, прикосновение, которое передает ему прикосновение Христа и его присутствие среди нас. Замечательные слова. Спасибо вам, Павел Владимирович, за ответы. Спасибо за участие в программе. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Верую». Всего вам доброго и пусть Господь благословит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова